Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Всем здравствуйте, кого видел с предыдущего вебинара вводного технико-экономического Skyway Invest Group. Кто может быть новенький подошел. Меня зовут Сходоев Алексей, я с Сергеем Анатольевичем проведу данный вебинар и соответственно этот вебинар уже ориентирован не только на новичков, но и на тех людей, которые заинтересовались развитием нашего проекта. Может быть в первый раз перешли с вебинара для новичков вводного, на котором было в районе 30 людей. Многие не проголосовали. И пожалуйста, только для новичков, это отслеживание нашей статистики, пожалуйста проголосуйте, если вы с вебинара для новичков, присутствуя в первый раз на нем, перешли на расширенный технико-экономический вебинар. То есть это для нас очень важная и интересная статистика. Соответственно мы отслеживаем интерес как к нашему проекту, так и непосредственно к вещанию на технико-экономических вводных вебинарах. Потому что информацию мы стараемся подавать максимально четко, максимально просто, чтобы даже человек, который не разбирается в технических моментах, смог по достоинству оценить наш проект. И соответственно присоединиться к уже 200-тысячной армии сподвижников Skyway. Те, кто просто зарегистрировались. Естественно те, кто проинвестировали чуть-чуть поменьше, то есть чуть больше 50 тысяч. Ну я думаю, что это все равно хорошая цифра. На вебинарах для новичков мы планируем, чтобы присутствовало на прошлом вебинаре, присутствовало не для новичков, но расширенном технико-экономическом, так как было прямое включение с Минска. Это рекордное количество, по-моему, в районе 1400 людей. И, друзья, это та цифра, которую мы на самом деле с вами должны достигать на традиционных вебинарах, потому что сейчас прогремели и еще раз прогремим сегодня днем, сегодня вечером и обязательно на следующей неделе прогремим новостями, которые не как гром, но как и рассвет, среди ночи там и так далее, они действительно заставляют нас двигаться вперед еще более рьяно, еще более серьезно, потому что это очень серьезные новости. И это то, что не то, что может изменить развитие проекта SkyWay коренным образом, это то, что если не традиционному миноритарному инвестору говорит, что да, нужно инвестировать, да, нужно присмотреться как минимум к проекту, но для чиновников, для крупных потенциальных инвесторов, которые в большом количестве наблюдают за проектом, соответственно, это заставляет не то, что задуматься, предпринимать уже конкретные действия. Ну, а, соответственно, что это, уже Сергей Анатольевич, как включится, это расскажет, далее я скажу свое мнение по поводу этих новостей. Вот новость об MBM, это в принципе уже новость, которая вошла в историю, в положительную историю развития компании, это крупнейшая консалтинговая компания, я не буду перечислять то, что уже было сказано непосредственно в видео, это полное емкое видео, но, друзья, то, что произошло, то, что произошло буквально на прошлых неделях, это то, чего мы ждали действительно на самом деле целые годы, целые десятилетия ждал Анатолий Эдуардович Юницкий. Это то, что технология Skyway была официально признана инновационной экспертным советом Принестерства транспорта Российской Федерации. Дамы и господа, новички, вдумайтесь, что вообще, в какой проект вы на сегодняшний день вошли и, соответственно, какую ценность несет этот проект абсолютно для всех. Я думаю, что, так скажем, понятно и очевидно, что если технология Skyway официально признана инновационной экспертным советом Принестерства транспорта Российской Федерации, то это говорит о том, что нас не просто заметили, нас официально признали, мы сейчас абсолютно видим. Больше всего, я не могу пока распространять эту информацию, много информации очень инсайдерской, и мы ее публикуем только когда уже она конкретно, так скажем, подтверждена. Но многие серьезные организации начали по строительству струнных дорог, по применению в своей инфраструктуре обращаться именно после того, как технология Skyway была официально признана инновационной экспертным советом Принестерства транспорта Российской Федерации. Что такое инновационная? Что вообще за бумага? И на самом деле многие говорят, что будет ли размещена эта бумага на официальных источниках, на протоколах. Ну вы все прекрасно понимаете, вы все прекрасно знаете, как работают канцелярии в государственных органах, в том числе в Минтрансе. То есть это не быстрый процесс, но на самом деле то, что сегодня вы увидели, и то, что действительно технология Skyway была официально признана инновационной экспертным советом, это заслуга сквозь года, так скажем, Анатолия Эдуардовича Ницкого. И вы не представляете, как радовались и как были сейчас все конструктора, которые узнавали об этой новости, потому что это и заслуга их, потому что именно на этом этапе, именно на этапе, когда все мы с вами на самом деле присоединились и развиваем проект с помощью системы народного финансирования, именно на этом этапе это произошло. Поэтому это и наша с вами заслуга. И что такое вообще вот бумага, вот несколько абзацев о признании технологии Skyway по экспертным советам при Министерстве транспорта Российской Федерации, какую ценность это несет для конкретного рядового инвестора, либо крупного потенциального инвестора. И на самом деле я могу вам сказать, что это зеленый свет, что нашу технологию можно повсеместно внедрять в Россию. И не просто можно, есть конкретные рекомендации высшего законодательного органа, то есть это Министерство транспорта Российской Федерации, это именно тот орган, который принимает наивысшие решения в области транспортной инфраструктуры, в области развития транспортной стратегии крупнейшей страны, крупнейшей державы Российской Федерации. И если кого-то не заинтересовала вот новость крупнейшей консалтинговой австралийской международной компании, то я думаю, что вот эти вот аргументы признания Министерством транспорта Российской Федерации непосредственно именно в проведении презентации и для Анатолия Эдуардовича Юницкого было очень важным то, как отреагирует вообще вот эта же работа, это не одна-две недели, это более полугода готовилось вот это признание, так скажем, и не факт, что признали бы, потому что Виктор Бабурин непосредственно еще вот фотографии полупустого такого стола сбрасывал, и на самом деле, когда настал тот час икс, настал тот день, многие и сомневались, а признают ли, а действительно поверят ли. И те аргументы, те презентации, которые были представлены, подготовлены специалистами более 13 КБ научно-производственного конструкторского предприятия, лично под руководством Анатолия Эдуардовича Юницкого, она будет доступна каждому из вас. Она будет доступна как материал для продвижения. И вопрос к вам, если вы приходите к крупному инвестору, и он начинает вам задавать банальные вопросы, что хорошо, технология хорошая, но когда она будет внедряться, она же никем не признана. Сначала MBM, делайте именно подтверждение и признание, то есть австралийская компания, и далее, так скажем, как уже тяжелая артиллерия, вы приводите аргумент о признании инновационности экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации. Это имеет огромное значение для всех строителей, это имеет огромное значение для всех чиновников. То есть непосредственно по адресным проектам, которые в продвижении, мы уже разослали данное постановление, протокол, и сейчас я обязательно вам сброшу. Если он сейчас не размещен на официальном источнике Министерства транспорта Российской Федерации, друзья, это не значит, что его нет. То есть вы все прекрасно понимаете бюрократию и так далее. И, друзья, это одна из весточек, одна из, так скажем, наших достигнутых целей, которая может говорить о том, которая позволяет мне, Сергею Анатольевичу, говорить о том и говорить это каждому новичку. Это действительно так, что в 2016 году, скорее всего, технология Skyway с возможностью финансирования именно в корневую технологию, эта возможность будет закрыта. Это будет возможность, которая существует один раз в сто лет сейчас, но в 2017 году, скорее всего, этой возможности уже может не быть. И это огромная ценность, которую узнали сегодня вы, дамы и господа новички, в первую очередь обращение к вам. И если бы мне, вот на предыдущем вебинаре я сказал, если бы мне такие вот железобетонные аргументы, я бы инвестировал, вот первые инвестиции мои были бы не несколько тысяч долларов, на несколько сотен тысяч рублей, там до миллиона. Потому что вот когда-то такое признание, но тут нужно соблюдать грань, потому что очень много мне пишут, многим лидерам именно Skyway Invest Group пишут, что Алексей, могу ли я взять кредит, занять денег, ведь технология реализуется. И можешь занять на год и так далее. Друзья, помните о заповедях частного инвестирования, которые Андрей Федорович Ковратов абсолютно логично и закономерно вывел и применяет в своей жизни, и это позволяет ему не терять капитал достаточно долгий, из Федоровича Ковратов, это напоминаю, руководительская Венглазгрупп. Друзья, несмотря на такие железобетонные аргументы, соблюдайте трезвый рассудок и разум, и, соответственно, никаких кредитов, никаких продаж квартир и так далее, ваших средств передвижения, автомобилей. Да, мы будем все передвигаться на юнибусах, но жить и что-то кушать нужно здесь, сейчас. Да, вы можете на развитии именно инвест-проводящей системы, на построение сети неплохо заработать, я не скрываю этого, потому что этот процент закладывается по аналогии с рекламным бюджетом, и, соответственно, технология Skyway, обладающая такими грандиозными новостями, позволяет каждому человеку, независимо от его уровня компетентности и так далее, то есть все доносим фактически мы на вебинарах, на конференциях, и конференции как маховик раскручиваются, то есть вот пройдет скоро ряд, новых конференций Skyway Invest Group, есть, соответственно, там, где раньше конференция была на 200 человек, это уже будет 500 человек, там, где было на 500 человек, то будет 1000 человек. Вот в чате пишут, хорошо, новости прослушайте, а какие новости помимо Минтранса? Друзья, вам мало? Вам мало помимо MBM? Вам мало помимо Минтранса? Что такое, еще раз повторяю, Министерство транспорта Российской Федерации признало, это значит, что все чиновники Российской Федерации по именно стойке смирно, так скажем, при донесении грамотной информации будут принимать проект, и если не инвестировать в него, не финансировать ввиду бюджета администрации, хотя и такое будет, потому что никто не отменял усовершенствование городской пассажирской инфраструктуры в современных городах, никто не отменял связки городов-спутников, это вот в моем городе, если говорить, Челябинск-Копейск, никто не отменял инфраструктуры, инфраструктурные новые комплексы, то есть приуроченные к приезду ШОС, Шанхайской организации сотрудничества и так далее, никто не отменял развитие транспорта в целом, потому что на многих, так скажем, если аспектах операции, то можно сказать, что гор-электротранспорт на сегодняшний день во многих мегаполисах является банкротом. Это я могу сказать о своем городе, то есть очень упадническое состояние находится, и представьте, если официально наша технология признана Министерством транспорта Российской Федерации, не это ли повод, что наша технология будет внедряться? Я могу сказать, что как только признание произошло, уже научно-производственное конструкторское предприятие, непосредственно головная компания имеет сейчас возможность не заниматься поиском проектов, а заниматься больше именно той направленностью, которой и должна заниматься. Примерно так могу сравнить, как расходуется сегодня нефть на производство бензина и так далее, но нефть должна расходоваться на нефтехимию, на металлургию, на создание пластмасса и так далее, но не на выжигание в массовых масштабах, как сегодня мы тратим топливо в автомобилях. И сегодня также потенциал КБ, всей команды КБ, в том числе огромная работа Виктора Бабурина и всех нас с вами, при продвижении проекта, при продвижении нашей инвест-проводящей системы, поток уже настало время, что он идет к нам. И на самом деле направить только этот поток, дать ему информацию, что действительно такая технология развивается, действительно признание экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации, действительно наша технология признана инновационной, конкурентно способной, перспективной, рекомендуемой к применению во многих регионах Российской Федерации. Нет ли аргумента, дамы и господа, ну извините, если такие аргументы были бы у меня, когда я входил в проект в феврале 2014 года, про инвестиции я сказал, но помним все, нет кредитов, нет займов, нет продажам того, что для вас на сегодняшний день является ценным, но рассказывайте об этой новости всем и каждому. Если человек не понимает, приглашайте на вебинарах и, друзья, не обессудьте, но эту новость мы будем, так скажем, освещать еще не один вебинар. Я думаю, что сквозь десяток вебинаров эта новость будет проскальзывать. Скорее всего, это станет абсолютно неотъемлемой частью каждого вебинара, потому что это то, что мы достигли все вместе с вами. Это то, что достигло научно-производственно-конструкторское предприятие во главе с Анатолием Эдуардовичем Ницким. Вы видели бы эти лица, вообще, вот я видел лица, потому что имел счастье находиться тогда в КБ, как радовались конструктора, инженера, что то, что они делают, стало замеченным. То, что они делают, имеет основание в их родной стране, потому что многие не только с Беларуси работают, но и с Россией. И многие специалисты работают, которые разрабатывали в свое время Йомобиль. А чем закончился Йомобиль? Чем закончились многие пропанации Сколково, так скажем, российской венчурной компании. И как раз-таки реальные венчурные компании, реальные фонды, которые смогут зафинансировать наш проект. И работа по этому направлению уже началась. Соответственно, это позволяет говорить, что, имея такие аргументы, как официальное признание инновационным экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации технологий Skyway, признанием официальным MBM, признанием официальным в том числе фондов, и сейчас уже юридически готовится схема, когда пойдут достаточно серьезные выливания в финансирование проекта Skyway. И, друзья, я могу сказать, что почему нужно рассказывать об этом в первую очередь знакомым, родственникам, тем людям, которые для вас ценны. Потому что это тот народный, международный экономический ковчег, это та новая экономическая эволюция мира, когда богатые станут еще богаче, обедные, которые закончатся очень и очень быстро. Да, будут проекты, соответственно, те, которые также будут прибыльными, но намного менее прибыльными, чем инвестирование в корневую компанию. И как раз-таки инвестирование в корневую компанию, вот, пожалуйста, аргументы. То есть сокращение, максимальное донесение информации. Друзья, ну, у меня нет слов, меня переполняют эмоции. А уже о таких вот супер грандиозных новостях, новостях с высоты птичьего полета 15-летнего опыта Сергея Анатольевича Собирякова поведает сам Сергей Анатольевич Собиряков. Сергей Анатольевич, если можете включиться, вам слово. Как раз-таки, дамы и господа, Сергей Анатольевич сейчас находится на одной из серьезных встреч. Вы увидите, что он не в офисе. Это закрытая информация, что сейчас происходит, но, друзья, происходит то, для чего мы все здесь собрались. Как песня, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, приветствую. Как слышно, как видно. Я, к сожалению, не со своего компьютера. Так, хорошо. То есть мне его любезно предоставил. Алексей, просто чтобы ты понимал, я сейчас на рабочем месте и прямо сижу за столом нашего Илья Анатольевича. Это поэтому я могу сказать, что мне даже самому так лестно, что мне дали кабинет. Вот мы сейчас буквально с ним через 10 минут выходим на связь с Анатольевичем Юницким, потом еще с нашими партнерами, которые уже работают. Поэтому этот процесс идет, друзья. И подойдет время, вы все об этом узнаете. Так же, как мы про Минтранс, эта работа длилась не один месяц. Мы вам вскользь поговорили о том, что эта работа идет, но пока не получили, пока своими глазами, своими руками не взялись за протокол. А мы как раз с Алексеем были в это время в офисе. Он действительно сказал, что это очень серьезно, особенно для профессионалов. Потому что, вот я интересно читал в чатах, мы с Юницким как бы даже хохотали там, одно время, когда пишут, что вот прочитал я этот протокол, друзья, ну и что типа в этом такого? Если Владимир Владимирович Путин признал или сказал, что надо помогать и устроить, а тут подумаешь, какой-то Минтранс сказал, что технология Skyway инновационная и все. И знаете, друзья, здесь очень четко вы должны понимать и очень четко позицию, почему это настолько сегодня важно. А дальше та цепь событий, которая сейчас происходит, это как раз показывает, что все в свое время в своем месте. Дело в том, что 15 лет, который в России Юницкий работает и пытается показать, никто ни разу не сказал, что технология есть. Это самое главное. Потому что все говорили, что Юницкий это изобретатель, это Кулибин, это, ну там по мере настроя, что это Леонардо да Винчи нашего времени, что там в зависимости от того, кто относится. Шаг, кто Кулибин, а кто, так сказать, самоучка без образования, не знающий физику седьмого класса, как в свое время написало Министерство науки на заключение технологий. Вот. И это все доходило до тех пор, пока не находились люди такие, как Лебедь Александр Иванович, там губернатор Красноярского края, там венчурный фонд Газпрома, там лично могу еще там, вы услышите, потом Дмитрий Терехин, кто тоже в свое время сыграл очень большую роль. Это те, кто поверили, дали деньги и технология началась двигаться. И, соответственно, после этого возник ЗИЛ на проводах летающий, соответственно, который дал название Skyway, то есть небесной дороги. Появились очень многие партнеры, появились потенциальные заказчики. Это, друзья, все работа, которая стала давать результат. И мы проделали огромный путь, который заключался в том, что проводились встречи, доказательства, убеждения. И, как мы уже говорили, что два года назад Юницкий принял для меня очень неожиданное решение именно уйти в краудинвестинг, привлечь тысячи, сотни тысяч, миллионы партнеров для того, чтобы двигать проект дальше. Я не сразу, я это всегда говорил на конференциях на всех, что не сразу я оценил и понял, скажем так, этот вопрос и этот ход, который он сделал. Но сейчас я могу сказать, что это был единственно правильный путь. И благодаря этому за два года, друзья, мы с вами собрали инвестпроводящую систему, мы с вами собрали конструкторское бюро, мы с вами собрали работающий механизм финансовый, который сегодня приносит результат. Идет строительство в Марьиной Горке, есть десятки, сотни тысяч партнеров по всему миру. И самое главное, друзья, уже при доказательной базе, я прям при выходе, когда Юницкий выходил из Минтранса, я в это время как раз подъехал, и первая его реакция, в которой он сказал, что, друзья, самый убедительный аргумент, самое большое доказательство было то, это ролик с Марьиной Горкой. То, что мы с вами, друзья, показываем и делаем. То есть, когда люди видят, что строится, как строится и какое конструкторское бюро на это работает, у профессионалов уже пропадают вопросы. Потому что, когда, понимаете, мы с вами произносим такие цифры, и зачастую вы произнося эти условия, я вам сейчас скажу, вы все это слышали десятки раз из роликов, из наших репортажей, но никто из вас, я уверен, абсолютно не придал этому значения. Когда анкерные опоры, совмещенные с станцией пересадки, по пропускной способности, сопоставимы с аэропортом Дубаи, который пропускает 60 миллионов человек. Друзья, просто это вот то, что вы видите на своих картинках, где задают вопрос, а почему 4 человека вот это все строят и так далее, и так далее. Это тоже, друзья, смешно. 4 человека строят то, что будет работать как дубайский аэропорт, что будет работать как 60 миллионов человек. Так вот, друзья, это мы с вами можем услышать эту цифру, нам все равно. А представляете, как это слышит профессионал на уровне заместителя министра транспорта Российской Федерации. И когда Юницкий ему вот так вот между ним говорит, вот эта вот станция и вот эта возможность этой станции, как у дубайского аэропорта. А это не мальчики, друзья, это профессионалы, все-таки согласитесь, что министерство транспорта, как бы к нему не относиться, на уровне заместителя министра работают довольно грамотные профессиональные люди. Так вот, когда они слышат, видят такие цифры, когда это все строится и делается, это самый главный аргумент, друзья. И поэтому этим протоколом было подтверждено, что Юницкий встает в ряд уже не изобретателей-одиночек, а это генеральный конструктор технологий, который готов к внедрению. Это инновационное. Что значит инновационное? Это значит, который еще нет. Это значит, новая технология в сфере транспорта, готовая к внедрению. И это, друзья, конечно, когда наша реакционная, я бы сказал, ну реакционная не в плохом смысле этого слова, а с точки зрения именно инертности. То есть мы тоже очень много приводили примеров, когда предлагалось строиться Транссиб, то Министерство транспорта тогда, ну оно называлось Министерство сообщений Российской империи, 18 раз давало отрицательное заключение на строительстве Транссиба. И пока Александр Трекий просто своим волевым решением не приказал строить эту дорогу, она так бы и осталась. Но на то были свои предпосылки, потому что тогда только что закончилась очередная Турецкая война, и стало понятно, что снабжение кораблей старым выживым транспортом просто невозможно осуществлять, поэтому нужен новый инновационный способ снаряжения кораблей, и это была только железная дорога. Соответственно, это другая грузоподъемность, другие потоки, и таким образом было принято решение. Но то же, о чем на наш прошлый вебинар, который мы вели с Алексеем из Минска, уже из комнаты Анатолия Дарча Юницкого, из его комнаты отдыха. Вот, и вы помните тоже, он говорил, что за это время, с 1880 по 1890, то есть за 10 лет в Соединенных Штатах, было построено 117,5 тысяч километров дорог. И, соответственно, это самый аргумент, который был и принят, и, соответственно, для того, чтобы строился Транссиб. Так вот, друзья, на сегодня очень многое встает на свои места. То есть мы с вами занимаемся сегодня непонятным каким-то делом, и мы не просто так собираем инвестиции и обещаем что-то делать. Друзья, мы занимаемся инвестированием в Эко-технопарк, который демонстрирует новую инновационную технологию, и которая на сегодняшний момент признана Министерством Транссб. Поэтому, друзья, еще раз, тут было уже и обращение Анатолия Дарча Юницкого, и вообще много об этом говорили. Поэтому, друзья, еще раз хочу акцентировать, это очень важное значение, это очень важный вопрос, и здесь это наша маленькая, но с вами общая победа, потому что, когда есть что продемонстрировать, когда есть показать, и самое главное, когда работает конструкторское бюро, я могу сказать, друзья, ничто лучше так не убеждает, как, соответственно, продемонстрировать технологию. И сегодня следующим этапом, это уже подготовка соглашений, мы уже говорили, что мы даем соглашение сейчас с Санкт-Петербургом, с Красноярском, я буквально позавчера прилетел с Красноярска, где и проводили такую рабочую встречу с нашим активом, и на уровне губернатора, и вице-губернатора были встречи, и крупный бизнес, я могу сказать, проявляет очень большой интерес, не буду сейчас называть фамилии, это известные, наверное, на всю страну бизнесмены, которые реально сейчас рассматривают вопросы о инвестировании в проекты SkyWay на территории Красноярского края. В ближайшее время готовится подписание соглашения с мэром Самары, наверное, он сам туда полетит, потому что это первое будет, буквально это может быть в 2-3 недели. Еще готовится ряд таких очень серьезных шагов, и вы будете об этом узнавать, здесь уже, друзья, это бизнес, поэтому прошу относиться к этому очень с пониманием. Мы будем анонсировать эти вещи, чтобы не говорить задним числом, потому что вы, наверное, поняли уже практику за 2 года, кто с нами, что мы всегда несколько показываем вперед шаг для того, чтобы когда это произойдет или не произойдет, такое тоже, к сожалению, бывало, мы с вами могли анализировать, делать выводы и понимать, какие цели мы ставим и к чему мы сейчас идем. Так вот, друзья, я могу сказать, что параллельно с тем, как приходит признание и инновационной технологии Минтранса, идут подписания соглашения уже с целым рядом мэров и губернаторов российских, а Арманд у нас уже умудрился даже подписать в Ирландии соглашение о продвижении проекта Skyway. Сегодня, друзья, это абсолютно закономерный вопрос. Мы это готовили, мы знали, что это будет. Начинают подсоединяться крупнейшие игроки на фондовых рынках, крупнейшие технологические игроки в инновационном бизнесе. И сейчас, ну вот я могу сказать, что в данном моменте я нахожусь в офисе одного из наших. Называть, естественно, мы ничего не будем до подписания документов, это строжайшая коммерческая тайна, но я могу сказать, что мы сейчас ведем переговоры с двумя крупнейшими фондами и Европы, и Азии для того, чтобы они вошли партнерами уже в наш фонд. И когда, мы это говорили с самого начала, и в этом году, и когда Алексей говорит, что, друзья, вполне вероятно, что краудинвестинг может закрыться в этом году, вот, друзья, поверьте просто на слово, это не пустые слова. И тогда ценность того пакета, который мы сейчас с вами все обладаем, он просто будет многократно увеличиваться. А когда, друзья, еще и пойдет ряд новостей, когда вы будете видеть, как развивается проект, в каких очередных регионах он двигается, я просто сразу могу сказать, что в этом плане мне немножко легче, потому что я не знаю языков, а вот то, что Виктор Бабурин, Арман, Алексей, они через некоторое время будут спать и жить практически в самолете, это, друзья, точно, потому что это наша капитализация. Они будут создавать компании, они будут запускать проекты, и, соответственно, этот процесс, друзья, не за горами. И поверьте, пока на слово, что в 2016 году вы увидите столько интереснейших событий, о которых сегодня вы даже не можете догадаться. Просто поверьте на слово, что так будет. И сегодня я могу сказать, что исходя из той работы, глубочайшей, огромнейшей работы, которая проделана лично Юницким, Виктором Бабуриным, всей командой конструкторов, признание экспертным сообществом, друзья, это экспертное сообщество, причем, когда они начинали, я был также в присутствии первых презентаций, которые были, это была очень агрессивная среда. Это была среда, которая еще и включала в себя конкурентов, которые просто напрямую работали против технологий. И все это пройти, убедить и доказать, что это наиболее оптимальная водно-транспортная технология, это, друзья, дорогого стоит. Второй момент, который сегодня сразу же идет за этим, сегодня при подготовке соглашений, при подготовке и работы уже с властями, когда мы показываем официальное заключение, это, конечно, совсем другой уровень. Поэтому, друзья, я могу сказать, что сейчас, что у нас идет активный рост сейчас прихода и новых членов, и увеличение притока инвестиций, да, друзья, это тоже закономерный процесс, потому что я по себе могу привести пример, что ряд очень серьезных бизнесменов, которые инвестируют не одну сотню тысяч долларов, вот, то есть я уже приводил бы здесь, я из этого не делаю секрета, и в ближайшее время я попрошу еще и выступить инвесторов, которые инвестировали два года назад по 100 тысяч фунтов. Представляете, при тех дисконтах, какие у них сегодня пакеты, чтобы сегодня они высказали свое отношение, как они пришли два года назад, когда не было ничего с точки зрения доказательной базы, которую мы сегодня имеем, тем не менее эти люди вошли на такие суммы. А сегодня уже другой аргумент. Сегодня, когда мы ведем переговоры, и есть что показать, и четко уже строится структурированный бизнес на ближайшие полгода, год и два года уже капитализации, естественно, что уже возникает людей, естественно, что это по личным связям, естественно, что это моя форма доведения информации, как, наверное, уже заметили, я могу много что аргументированно и четко показать. Так вот, сегодня несколько бизнесменов, ну, трое как минимум, они в ближайшее время еще будут в Минске, их тоже пока инвестируют, каждый там по 100, 200, 300 тысяч долларов. Это тоже, друзья, показатель. И третий момент, то, что сегодня, это не то, что мы добились результата, мы ведем переговоры с крупнейшими игроками, это говорит о том, что, друзья, мы, наконец, стали заметными, наконец, заметили, стали приглядываться, и это, друзья, только начал. И здесь мы не перестанем это говорить, как 25 октября на конференции Юницкий, который поклонился залу, где сидели инвесторы, также я говорю большое спасибо, передавая Атантура Довальевича, он это не перестает говорить. Друзья, это только наша общая совместная работа, это только краудинвестинг, это только народное финансирование, и только мы вместе с вами сегодня к этому подошли. И сегодня у нас есть, что показать нашим партнерам, нам есть, что показать потенциальным заказчикам, нам есть, что показать людям, которые хотят участвовать в проекте. Поэтому, друзья, я могу сказать, что ту работу, которую мы сейчас ведем, то есть поощрение, всевозможные дисконты, которые сейчас идут, друзья, этому всему осталось не так много времени. Поэтому пользуйтесь сами, и самое главное, несите эту информацию. И не бойтесь то, что люди вас будут смотреть с недоверием. Через некоторое время, поверьте мне, потому что мне тут несколько человек за вот эти вот два-три дня высказали очень большой благодарность за то, что они благодаря мне пришли в этот проект. И они говорят, мы даже не представляли, как мы без этого жили, и не представляли, как дальше будет развиваться. Да, друзья? Для меня такое событие произошло 15 лет назад. Кстати, 16 апреля будет ровно 15 лет, как я познакомился с Антоном Датчем Юницким. Я почему эту дату хорошо запомнил? Потому что это было в день его рождения. Вот, соответственно, он пришел ко мне, было воскресенье, день рождения, сказал, что у него день рождения, мы продвигаем проект, поэтому мы с ним накрыли, это было воскресенье, мы с ним накрыли стол прямо у меня в кабинете в министерстве. И таким образом мы хорошо познакомились, и я узнал о всех очень таких нюансах технологии SkyWay. Поэтому, друзья, и, соответственно, могу лично про себя сказать, что эта встреча, она изменила всю мою жизнь. И я могу сказать, что я очень этому благодарен и очень этому рад. Ну а дальше сейчас, я думаю, что все будет больше и больше людей подключаться и участвовать в этом проекте. И, соответственно, те результаты, которые будут приходить и которые будут сегодня нами вместе продемонстрированы, они, конечно, все больше и больше будут убеждать количество людей и на этот проект смотреть, как инновационный транспортный именно коммуникатор. И именно так сегодня SkyWay, именно так сегодня Transnet и принимается в экспертном сообществе. И это, конечно, друзья, важный момент. И ради таких моментов мы, в общем-то, и работаем. То есть не то, что нас кто-то признал, мы доказали, а это, друзья, та веха, та работа, которую мы ставим задачу, подходим, горизонт целей, надвижемся дальше. И в этом году, я думаю, еще увидим не одну сотню адресных проектов, которые будут уже запущены группой компаний SkyWay. Ну все, друзья, давайте вам по пакетам и по инвестициям, почему сегодня крайне выгодно на тех условиях входить, вам Алексей еще очень что-то подробно расскажет. Я думаю, что мы рады, что вы с нами. Мы благодаря вам делаем большую и нужную работу. И я могу сказать, что, друзья, готовьтесь к очень серьезным новостям, к очень серьезным событиям. Но мы это делаем и мы это создаем, друзья, не для того, чтобы просто был информационный повод. Для нас, друзья, это доказательная база. Доказательная база для инвесторов, доказательная база для чиновников, доказательная база для заказчиков. И именно этим, друзья, мы с вами занимаемся в Марьиной горке. И именно этим мы сегодня занимаемся, создавая информационное пространство. Ну вот, друзья, давайте тогда у нас еще сегодня с Алексеем будет два вечерних вебинара, где там более подробно мы поговорим с вами и несколько экономической ситуации, и об итогах Красноярского экономического форума, который прошел и закончился в это воскресенье. И как раз на этой фоне мы еще с вами поговорим по Скайвею и по тому, что сегодня делается и происходит. Все, друзья. В 2014 году мы не могли предположить, что в это все выльется. Мы могли предположить в 2017-2018 году, но когда такие новости, как признание инновационной технологии Скайвея экспертным советом, при Министерстве транспорта Российской Федерации, это говорит само за себя. И, друзья, естественно, наш проект не развивался бы, если бы не инвестирование. И сегодня, так скажем, есть определенный запас, жирок, так скажем. И фонд Скайвея Инвест Группа абсолютно готов, в первую очередь Андрей Федорович Ковратов своим волевым решением, готов делать действительно выгодные предложения, потому что сейчас нужно охватить максимум количество народу, чтобы просто оповестить. Вот как один из наших деятелей, очень активный, говорит, просто оповестите. И плюс 6% на все ОИПы, и включая спецдисконт, если это новая покупка, я думаю, это суперпредложение. То есть промокод я сброшу сейчас непосредственно в чат, чтобы вы могли просто скопировать. И, соответственно, я думаю, что это отличное подспорье для новичков сегодня зарегистрироваться и как минимум получить 100 акций в подарок при регистрации, при промокоде. Вот, пожалуйста, я написал на технико-экономический вебинар сегодня. Промокод также сохраняется до 29-го включительно. Что будет 29-го, спросите вы. Вот на самом деле, тоже немножко такое лирическое обстоятельство вступления. Ну, можно сказать, что я этот проект развиваю два года, но учителя очень-очень серьезные. То есть в свое время я учился сетевому построению у таких учителей, как Григорий Михайлович Мирошниченко и так далее. Вы все прекрасно знаете. Потом, когда я уже был намерен уходить вообще из сети, из интернет-бизнеса, я встретил Skyway. И Андрей Федорович Ковратов научил меня тем вещам, которые, ну, на самом деле я считал очевидными. Но самое страшное, я не понимал, что их нужно и крайне нужно использовать. То есть это планировать, это действительно начинать мечтать, действительно ставить цели, достигать их. Вот это все, друзья, могут вас научить. Мы вас все научим, руководители Skyway Invest Group. 29 числа это такая достаточно серьезная дата, то есть бывает раз в 4 года. Я, так скажем, человек уже с октября, принявший веру, так скажем, православную. С октября, кстати, вот после конференции, как мне вообще это решение пришло в голову. То, что я подумал, что нам нужно будет двигаться очень серьезно, очень мощно, и, соответственно, должна быть подпитка сверху, не транссерфинг и так далее, чем я увлекался ранее. Именно серьезная вера такая, и почему-то мне в голову пришло православие, я принял эту веру. Именно после московской конференции. И, соответственно, вот насчет офиса в Москве, есть у нас офис в Москве, то есть, пожалуйста, на представительствах смотрите, непосредственно Сергей Анатольевич, мы также сейчас развиваем активно свое направление в различных направлениях, так скажем. И обязательно, обязательно присутствуете на международном итоговом телемосте Skyway Invest Group. То есть, 29 числа, 29.02.16 вас ждут супер положительные новости. Затравочка такая немножко была дана в социальных сетях, в новостях, но, друзья, при тех новостях, вот на самом деле, многие люди с срочкой, и я думаю, что все помнят, что есть возможность инвестирования по рассрочкам, это замечательная возможность приобретения наилучшего дискаунта, то есть, наилучшей венчурной премии. И, соответственно, вы сможете закрыть рассрочку, и на условиях, в которых вы действительно входили в проект Skyway Invest Group, при инвестировании в технологии Skyway, вы сможете на этих же условиях повторно инвестировать и приобрести еще больше пакетов. Мы не агитируем, мы не мотивируем на это, но, друзья, многие просто желают и просто хотят еще инвестировать, еще больше рассказать людям, и, соответственно, мы не можем этот процесс остановить. Единственное, что мы можем сказать, обязательно помните о частных заповедях инвестирования, то есть, которые Андрей Федорович Ковратов вел. И очень важно, на самом деле, на сегодняшний день, сейчас понимать и видеть то, что мы должны ускорять поступление финансовых средств непосредственно в КБ, соответственно, перевод более 200 долларов, пожалуйста, воспользуйтесь новыми способами пополнения ОАБПС Сбербанк на Беларусь. То есть, пополняя кошелек данным способом, вы значительно ускорите процесс поступления денежных средств. Естественно, друзья, события, которые озвучил Сергей Анатольевич, они будут, но они будут не сиюминутно, так же, как не произошли сиюминутно события с признанием Министерством транспорта Российской Федерации в виде экспертного совета. Так же и признание мировыми венчурными, которые, в свою очередь, будут финансировать, оно произойдет сквозь месяцы. Но эти месяцы, дамы и господа, пронесутся незаметно, работа, самое главное, началась. И, друзья, вот тот слоган, что мы объединяем мир, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету, он очень важен, но нужно помнить о том, что до этого момента, когда на одном из вебинаров мы с радостью, обязательно, я думаю, в праздничной сфере, где-то, не дома, не на рабочем месте, сообщим Сергеем Анатольевичем, все сообщат на всех вебинарах, что финансирование, раневую компанию, все закрыто. Нет возможности финансирования. Кто профинансировал свои средства, тот молодец. Но будет возможность финансирования в адресные проекты. Это будут очевидные, но чуть менее прибыльные проекты, но максимально очевидные. И вообще, вот Анатолий Эдуардович Ницкий видит своей целью, для меня это было очень важно, как человека, умеющего строить сети, и на сегодняшний день десятки тысяч людей, в структурах многих лидеров, в том числе и у меня в сети, тоже десятки тысяч людей. Мы сможем это все дело продолжить, возможно, уже на автомате, этим мы не будем заниматься. Но просто вот это движение, движение Skyway, не побоюсь этого слова, движение небесных дорог, оно продолжится и достигнет как минимум потенциала, который достиг проекта Жака Преско, проекта Венеры. Это десятки миллионов людей. И, друзья, это то, что никто никогда не делал. Соответственно, то, что мы сейчас создаем, это будущая структура, будущая сеть потребителей, будущий спрос и, соответственно, то, что сейчас промо-коды и так далее, ОИПы. Друзья, на самом деле, сейчас промо-код не работает. Тогда в реальном времени сейчас я у ответственного лица уточню, потому что вопрос важный. То, что мне дали, то и скопировал. Минуту. Так, вот, собственно, вот в таком вот режиме, примерно, выполняя сразу несколько задач, мы привыкли работать и, если понадобится, мы будем проводить 2-3 дня вебинаров, чтобы оповестить, чтобы максимум донести информацию, что действительно, дамы и господа, этот проект, который мы развиваем, он признан. И, соответственно, он действительно является очень нужным и важным для каждого проживающего не только на территории Российской Федерации, но и на территории всего нашего с вами земного шара. Потому что тот проект, который мы на сегодняшний день развиваем, он спасет экологию, он сформирует триллионный рынок, дольщиками которой будет обладать, соответственно, долями будет обладать каждый из людей, кто проинвестировал в проект. Ну, а основных новостях по Skyway Invest Group, в общем, по проекту Skyway, вы узнаете 29-го числа, то есть следите за новостями в личном кабинете, следите за ссылками, обязательно там будет вся информация, будет выступление лидеров, будет выступление руководителей фонда. И, друзья, сейчас никто, кроме нас с вами, вот осталось немножко, осталось чуть-чуть, но давайте сделаем этот марш-бросок, чтобы уже с фанфарами войти в тот новый этап, когда финансирование корневой компании будет закрыто. И с гордостью к тем, кто не верим, к тем, кто сомневался, к тем, кто был скептиком, кто не пошел с нами по этому правильному выбранному пути, мы скажем, что встретимся в Юнибусе, и, соответственно, тот человек, кто не инвестировал, не будет обладать долей этой транснациональной будущей корпорации, а вы будете с чувством самоуважения, с чувством огромной ответственности за свою жизнь, за жизнь будущих поколений, ехать и наблюдать прекрасные пейзажи, прозрачное стекло Юнибусов, Юнилётов, Юнибайков по всей территории земного шара. «Строй Skyway, спасай планету!» Слоган действительно стоит многого и гиперценный, а тот проект, который мы развиваем, просто ценен. До следующих встреч на следующих вебинарах Skyway Invest Group. Всем счастливо, всем пока! С вами Алексей Суходов и Сергей Анатольевич Сибиряков. Субтитры подогнал «Симон»!